Униформа, сшитая на этой фабрике в Караколе, изготовлена из непромокаемой ткани, также устойчивая к различным химическим веществам. А одежда работников для заправочных станций в первую очередь должна защищать от огня. Поэтому используемые на фабрике материалы специально заказывают из Англии, Италии, Бельгии, Турции и России. Спецодежда изготавливается для нефтяников из отдельной ткани, для горнородных компаний, допустим, для сварщиков, отдельная ткань. Есть ткани, которые защищают от высокого напряжения, электричества. Это мы первые потребители этой ткани. Пока еще никто на рынок не вошел по использованию таких тканей. Спецодежда легкая, удобная, прочная. Помимо, мы используем нитки, особую прочность, армированные нитки от компании КОЦ, болгарской производитель. Это ваши учредители английской компании. Заказчиками в основном являются крупнейшие российские компании по строительству и проектированию мостов. Швейную продукцию для них отправляют два раза в год. Для пошива спецодежды используют специальное швейное оборудование, закупленное на донорские средства. Оно полностью автоматизировано и выполняет несколько функций одновременно. Оборудование привезено из Японии. Самые высокие технологические оборудования последнего поколения, которые обеспечивают скорость выпуска продукции, чем, допустим, китайские машинки. Здесь очень много функций на швейных оборудованиях, которые облегчают труд швей, а также процесс ускоренного пошива. Этим самым сейчас достигли швей нашей зарплаты минимально выходят от 30 до 70 тысяч сомов. В настоящее время на предприятии работают 120 человек в две смены. Для них созданы все условия. Кроме того, специалисты передают опыт и готовят новые кадры. Швеи работают, как положено, с 8 утра до 6 вечера. Их кормят горячим обедом. Условия хорошие. За один рабочий день швеи шьют по 15-20 изделий, если тяжелая строчка, при обычных до 25-30. Все профессионалы. У некоторых стаж работы до 30 лет. На данный момент швейное предприятие планирует открыть филиалы и в других регионах. Первый запустят в Таласской области.